Здравствуйте! В этом выпуске подробнее о конвертере единиц мы поговорим о типографике. О том, какие бывают гарнитуры и шрифты, и как их выбор влияет на восприятие текста. Мы узнаем, что такое кегль, интерлинияж, трекинг и кернинг, и разберемся, в чем измеряют размер шрифта. Типографика изучает воспроизведение текста на странице и использование его размера, гарнитуры, цвета и других внешних признаков для того, чтобы текст лучше читался и красиво выглядел. Типографика появилась в середине 15 века с появлением печатных станков. Раньше она была редкой профессией, но теперь можно сказать, что и мы с вами, когда пользуемся компьютером, занимаемся типографикой. Расположение текста на странице влияет на наше восприятие. Чем лучше его расположить, тем больше вероятность, что читатель поймет и запомнит то, что написано в тексте. Некачественная типографика, наоборот, делает текст плохо читаемым. Гарнитуры подразделяют на разные виды, например, на шрифты с засечками и без. Засечки – это декоративный элемент шрифта, но в некоторых случаях они делают текст более читаемым, хотя иногда происходит и наоборот. Чтобы не путать термин гарнитура с термином шрифт, следует помнить, что гарнитура определяет свойства целого семейства шрифтов одного стиля. В состав одной гарнитуры могут входить шрифты обычного, курсивного, полужирного и узкого начертания, а также и другие виды шрифтов. Первая буква на изображении, голубого цвета, набрана шрифтом с засечками Бадони. Одна из четырех засечек обведена красным цветом. Вторая буква, изображенная желтым цветом, набрана шрифтом Футура без засечек. Существует множество классификаций шрифтов, например, согласно времени их создания или стилю, популярному в определенное время. Эта классификация включает шрифты старого стиля, группы, которая состоит из самых старых шрифтов. Более новые шрифты классифицируют как шрифты переходного стиля. За ними следуют современные шрифты, созданные после переходных шрифтов и до 20-х годов 19-го века. И, наконец, модернизированные или модернизированные старые шрифты. Это группа, включающая современные шрифты, которые имитируют старинные. Эта классификация в основном используется для шрифтов с засечками. Существуют и другие классификации, основанные на внешнем виде шрифтов, например, на толщине линий, контрасте между тонкими и толстыми линиями и форме засечек. В отечественной печати существуют свои классификации. Например, классификация по ГОСТу группирует шрифты по наличию и отсутствию засечек, по толщине в засечках, плавного перехода от основной линии к засечке, закругления засечки и так далее. В классификациях русских, а также других кириллических шрифтов часто бывает категория для старославянских шрифтов. Главная задача типографики – регулируя размер букв и выбирая подходящие шрифты, разместить текст на странице так, чтобы он хорошо читался и красиво выглядел. Существует ряд систем для определения размера шрифта. В некоторых случаях одинаковый размер букв в типографских единицах, если они отпечатаны в разных гарнитурах, совсем не означает одинаковый размер самих букв в сантиметрах или дюймах. Об этом мы поговорим немного позже. Несмотря на вызванные этим неудобства, правильный выбор размеров шрифта помогает дизайнерам аккуратно и красиво скомпоновать текст на странице. Это особенно важно в верстке. Размер изображения можно выразить в сантиметрах или дюймах, но существует также специально предназначенная для этого единица – пиксели. Пиксели – это элемент изображения в виде точки или квадрата, из которых оно состоит. Размер букв в типографике обозначается словом «кегль». Существует несколько систем измерения кегля, но большинство из них основано на единице пайка в американской и английской системе или цицеро в европейской системе измерения. Название пайка иногда пишут как пика. Изначально в отечественной печати использовали цицеро, но сейчас часто встречается и пайка. Цицеро и компьютерная пайка похожи по величине, но не равны. Иногда цицеро и пайку напрямую используют для измерения, например, чтобы определить размер полей или колонок. Чаще, особенно для измерения текста, используют производные единицы, полученные от пайки, такие как, например, типографские пункты. Размер пайки определяется в разных системах по-разному. Существует несколько видов пайки, которые слегка отличаются по величине, поэтому, используя пайку, стоит помнить, какая именно пайка имеется в виду. Это связано с тем, что типографские единицы основаны на местных единицах длины. Эти единицы часто отличаются в разных странах. Даже дюймов до недавнего времени использовалось несколько. Поэтому и размер пайки не одинаков, и не полностью соответствует размеру цицеро, хотя и очень к нему близок. Компьютерная пайка равна 1,6 дюйма или 4 мм. Компьютерный типографский пункт, соответственно, равен 1,72 дюйма или 0,35 мм. Компьютерные пункты и пайки широко используют в формате PostScript и для измерения текста, изображенного на экране компьютерного монитора. Также эта величина часто применяется в печати на принтерах в домашних условиях. Буквы измеряют так. Высота верхнего заплетчика – это линия, отмечающая верхнюю часть самой высокой буквы, включая верхние и выносные элементы, например, верхний хвостик буквы B. Базовая линия строчных знаков – это верх основной части буквы, без выносного элемента, который продолжается до верхнего заплетчика. Линия шрифта или базовой линии – это низ основной части буквы, без выносного элемента, который продолжается до нижнего заплетчика. Высота нижнего заплечика – это самая низкая часть буквы с самой длинной нижней частью, включая нижний выносной элемент, например, нижний хвостик у буквы У. Высота знаков – это высота буквы, не учитывая выносные элементы. В американской типографской системе эту высоту приравнивают к высоте английской буквы X. И последнее – это высота литерной площадки. Исторически – это размер свинцовой литерной площадки, которую используют для печати этой буквы. Чаще всего размер шрифта определяется в типографских пунктах. Например, большая часть научных статей, а также писем и документов деловой переписки выполнена в размере от 10 до 12 пунктов. Размер буквы в пунктах и соответствующий ему размер в миллиметрах или дюймах соответствуют высоте литерной площадки. Раньше, когда набор текста происходил вручную, для каждой буквы использовали свинцовую литерную площадку, похожую на современные печати. Отсюда и величина, обозначающая размер букв. Для измерения размера цифровых изображений используют пиксели, о которых мы поговорим чуть позже. В заключении несколько слов о таких типографских терминах, как интерлинияж, трекинг и кернинг. Интерлинияж в настольных издательских системах – это расстояние между строками. Это очень важный для удобочитаемости текста параметр. Трекинг – это изменение межбуквенных пробелов у группы символов. Набор с увеличенным трекингом называется также набором в разрядку. Кернинг отличается от трекинга тем, что он регулирует расстояние между буквами в определенных парах букв. Иногда в веб-дизайне используют пункты, величина которых основана на величине компьютерной пайки, о которой мы уже говорили раньше. В этом случае этот размер постоянен. С другой стороны, иногда размеры пункта и пайки определяют относительно размера пикселя, установленного для конкретного веб-сайта. Такие пиксели называются относительными или css-пикселями. Единицы, о которых мы только что говорили, определяют высоту букв, но существуют также единицы, которые обозначают ширину букв или символов. Круглая и полукруглая шпация – как раз такие единицы. Первая также известна как кегельная шпация или «м» от английского, обозначающего буквы «м». Шпация в традиционной полиграфии – пробельный материал для увеличения расстояния между строками по горизонтали. Шпация может быть тонкой от одного пункта, она так и называется «тонкая», до величины кегеля в строке – она называется «круглая». Бывает также полукруглая или полукегельная шпация. Название «круглая», то есть «круглая шпация» в русском типографском деле ведет происхождение слова «кругом», то есть со всех сторон, по длине, ширине и высоте, то есть одного размера. В русском языке используется короткое и длинное тире. Для обозначения диапазонов и интервалов, например, во фразе «возьмите 2-3 ложки сахара» используется короткое тире, называемое также тире «n» от английского «and dash». Длинное тире используется в русском языке во всех остальных случаях, например, во фразе «Лето было коротким, а зима длинной». Оно называется также тире «m» от английского «m dash». А теперь поговорим о дисплеях и пикселях. Стандартный размер пикселей заменяется на относительные пиксели в том случае, если страница предназначена для просмотра на устройствах с нестандартным размером экрана, или для тех устройств, на которые смотрят с нестандартного расстояния. Относительный пиксель – это визуальный угол, соответствующий одному пикселю на устройстве с плотностью 96 пикселей на дюйм, если зритель находится на расстоянии вытянутой руки от экрана. При номинальной длине вытянутой руки в 28 дюймов визуальный угол составляет около 0,02 градуса. Таким образом, при чтении на расстоянии вытянутой руки один пиксель соответствует приблизительно 0,26 мм или 1,96 дюйма. В то же время, при чтении на расстоянии 3,5 метров или 12 футов, относительный пиксель будет равен 1,33 мм, то есть в 5 раз больше. Производители экранов заметили взаимосвязь между размером экрана, расстоянием между экраном и глазом, размером пикселя и относительным размером точки. Понятие «угол зрения» и «точка на градус» помогают наглядно понять эту взаимосвязь. Угловое разрешение, выражаемое в точках на градус – это общее число пикселей на экране на 1 градус зрительного угла при заданном расстоянии от глаза до экрана. На рисунке желтый угол D равен 1 градусу. Правда, на самом деле он больше 1 градуса, так как иначе трудно было бы увидеть, что изображено на рисунке. Но, пожалуйста, представьте себе, что это все-таки 1 градус. «Точки на градус» – это число точек на красном отрезке «Е» или на красном отрезке «Ф». В нашем случае точки на градус равны 3 точкам, как видно на изображении. Здесь 2 серых и одна темно-серая точка на каждом из экрана. Производители дисплеев определяют количество точек на градус так, чтобы точки были достаточно малы и незаметны при просмотре рисунка. Обычно эта величина намного выше, чем на нашей иллюстрации. Так, например, компания Apple утверждает, что они используют как минимум 54 точки на градус, а иногда и до 79. Зная количество точек на градус, можно легко вычислить размер одной точки, используя расстояние от глаза до экрана и угол зрения в градусах. В нашем примере расстояние до первого экрана 10 дюймов, а до второго – 20. Первое расстояние – это среднее расстояние от глаз до экрана смартфона, а второе расстояние – до экрана монитора. Угол зрения – это угол, для которого длина отрезка, которую он покрывает на экране, равно одному пикселю. Это расстояние на иллюстрации – зеленые отрезки B и C. Угол зрения на иллюстрации обозначен оранжевым цветом. Используя понятие угол зрения и точек на градус, можно вычислить размер пикселя как для обычных, так и для нестандартных дисплеев. О том, как использовать эти понятия на практике, можно подробнее узнать на сайте W3C. Многим дизайнерам не нравится нынешняя система типографских единиц, основанная на пайках или цицеров, а также на типографских пунктах. Главная проблема в том, что эти единицы не привязаны к метрической или имперской системе мер, используемые в США и Великобритании, но в то же время их приходится использовать вместе с сантиметрами или дюймами, в которых измеряется размер иллюстраций. Кроме этого, буквы, выполненные в двух разных гарнитурах, могут сильно отличаться размером, даже если они одинакового размера в типографских пунктах. Это вызвано тем, что высота буквы измеряется как высота литерной площадки, которая не связана напрямую с высотой знака. Это сильно затрудняет задачу дизайнеров, особенно если они работают с несколькими шрифтами в одном документе. Посмотрите на эти слова. Кегль всех трех шрифтов в типографских пунктах одинаков, но высота знака везде разная. Некоторые дизайнеры для решения этой проблемы предлагают измерять кегль как высоту знака. Спасибо за внимание! Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok